Уже страданиям нашим не найти ни меры, ни названия, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути знаем. Близок день освобождения. Эти строки ленинградской поэтессы Ольги Берггольц про дни, когда жители города услышали звуки далекого сражения и понимали, что жертвуя своими жизнями, солдаты и офицеры Советской Армии прорываются, чтобы спасти их от голода и холода главных врагов. В зале школьники. Рассказчикам в то время было значительно меньше. Но в таком возрасте из пережитого запоминается самое страшное и на всю жизнь. Благодарю то, что чудом, вот так же, как эти все сидящие блокадники Ленинграда, это чудом, которые остались живые. Потому что тысячи, тысячи, тысяч валялось на улицах. И некому порой было их поднять. Падали от обстрелов, от бомбежек, от голода, от холода. Это страшные морозы были в 41-м году. Галина Николаевна за годы войны потеряла две семьи. Приемный отец погиб на фронте. Мать не унесла горя. До этого трехлетняя девочка, и она жила в блокадном Ленинграде. Помнит маму, бабушку и как хотела съесть. В день, когда видела родных последний раз. Я хожу, открываю, то есть все, им глаза прошу кушать у бабушки или у мамы, а они нет. Помню их, как они уснули, как будто бы, мне казалось. Я ходила, им глаза-то и открывала. Думала, что они спят. А в результате они уже нет. Их кто из них последний ушел из жизни, не знаю, но в результате они мне на шею одели крестик и свидетельство о рождении. Вот так я теперь знаю, что я есть я. В тот же день в дом попала бомба. В ином случае такое стечение обстоятельств вряд ли можно считать удачным. Но плач девочки под обломками услышал солдат, который шел мимо. Была зима 1943 года. Уже действовала дорога жизни. По льду Ладожского озера в город подвозили продовольствие, а на обратном пути эвакуировали детей. Кто голодал, кто погибал под вражеским обстрелом, с тобой мы запомним навсегда. Боронись вы, чтобы одержать победу, чтобы не было фальшизма никогда. По словам исполняющей обязанности главы города Екатерины Боровской, детям и молодежи сегодня важно слышать из первых уст о том, что происходило в непокоренном городе на Неве и почему день снятия блокады для многих важнее дня основания города. Позвольте мне от лица главы нашего города Юрия Федоровича Полякова поздравить с этим замечательным событием, с этой знаменательной датой. Город Анапа – это город воинской славы. Мы живем, пока помним, и мы живем благодаря тем, кого сегодня нет с нами. Рассказчики старались заострить внимание на поучительных моментах. Так, например, в Александровском саду даже в самые лютые холода не спилили ни одного дерева. В Ленинградском зоопарке блокаду пережила бегемотиха, несмотря на то, что в день ей требовалось около 30 килограммов еды, а директор одного из хлебокомбинатов умер от голода, потому что не взял себе ни крошки сверх нормы. Те, кто пережил блокаду, подчеркивают, что родились в Ленинграде. Так и в паспортах записано. Говорят, Санкт-Петербург – это красивый город, а Ленинград – легенда. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.